В Северной Осетии продолжаются мероприятия, посвященные празднованию тысячестолетия крещения Алании. Накануне во Владикавказе открылась выставка Владимир Турусов «Иконопись». В своих работах выпускник иконописной школы Ставропольской духовной семинарии отразил главную идею его творчества. Икона – это молитва, разговор художника с Богом. На открытие выставки побывала и моя коллега Анна Голобаева. Больше 60 работ в одном выставочном пространстве. В залах музея представлены иконы Божьей Матери, Николая Чудотворца, Серафима Саровского, Равноапостольного Владимира и многие другие. Это богословие в красках, молитва в красках. Молитва бывает от своего ума, бывает по молитву Слову. Это, можно сказать, молитва Турусова Владимира. Такая грубая, может быть неправильная, какая есть, но по славу Божью потрудиться. Иконы одновременно повествуют историю развития православия и рассказывают о событиях тех лет. К примеру, здесь описывается один из евангельских эпизодов, когда Иисус на горе Фавор предстал перед учениками в божественном величии. А с оборотной стороны изображено огненное восхождение Ильи Пророка. Но все же для Владимира особенно значима икона с образом святого Георгия Победоносца. Иконописец украсил ее оклад памятными медалями своих бабушек. Поставил бабушке на медали, ну тоже куда эту медаль, я не знаю, они лежат, бабушка давно умерла, царство небес. Она была верующий человек, благодаря ей, если не было ее, не было потихоньку вообще. Потому что она воспитывала, как старец была для меня. И вот эти медали я поставил. Это ветеран труда, а это юбилейная война, труженикам тыла. Две бабушки мои, две медали я поставил сюда. Думаю, они никак не противоречат, наоборот. Они для меня святые. Поэтому на победу работали. Георгия Победоносец – символ победы. В своих работах Владимир использует только натуральные материалы. Натуральная темпера, пигмент, плюс связующая яичная эмульсия. Яйцо, желток и уксус. Уксус натуральный, там винный или яблочный. И основа дерева или вказ. Клей животного происхождения я имел. Для придания эффекта старины иконописец использует олифум – специальное пленкообразующее вещество. Многие образы украшены стеклом и камнем по визотийской традиции. Иконописцы часто вдохновлялись житием святых и настоящими чудесами, совершенными ими. Ведь эти изображения – свидетельство жизни конкретных людей. Выставка иконы одного из самых традиционных искусств проходит в музее современного искусства. А это говорит о том, что икона, конечно же, она вне времени. Вот она живет, и поэтому она всегда современна. Вот это первое, что я хотел бы рассказать. Второе, конечно, познакомившись с автором этих икон и посмотрев, я уже могу сказать, что, наверное, видя эти иконы где-то еще, я уже смогу узнать стиль автора. Полумрак и эффект горящих свечей. Атмосфера, как в настоящем храме, а образы святых будто наполняют пространство легкостью и умиротворением. Придя сюда, пообщавшись с его работами, ты получаешь какое-то такое успокоение нравственное, моральное. И у меня такое ощущение, что вот когда не будет никого, я хочу походить и внимательно изучить каждую работу. Выставка приурочена к тысячестолетию крещения Алани. Посетить ее может каждый желающий до 20 сентября. Анна Голобаева, Артур Гоглоев, Новости Осетии.